Июль 2013. Китай переживает страшное наводнение. Проливные дожди, каких не было полвека, затопили дома, обрушили мосты, смыли целые посёлки. Под воду ушла почти вся прибрежная часть, с севера на юг. Пострадали 6 миллионов человек. В эти дни в солидной китайской газете Global Times выходит статья со странным утверждением. Подводные лодки Китая могут поразить ядерными ракетами США. Поскольку Средний Запад мало населён, наши удары для достижения максимального эффекта придутся на крупные города западного побережья. Сиэтл, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. К чему эта публикация? На Китай никто не нападает. Или всё-таки нападает? За пять лет до этого нечто труднообъяснимое произошло в провинции Сычуань. После мощного землетрясения в небе образовались фантастические разноцветные облака. Появилась масса версий об их происхождении, в том числе о применении климатического оружия. Мощность атомной бомбы, взорванной в Хиросиме, она эквивалентна мощности, заключённой в одном, только в одном кучево-дождевом облаке, в грозовом. А таких облаков в одном только циклоне сотни. И они постоянно воспроизводятся. США, Аляска. Полигон Гакона. Антенна – это одно из самых необычных сооружений на нашей планете. Здесь, на самом краю Земли, вдруг возникают ровные ряды антенн, которые тянутся бесконечно. Они занимают 60 квадратных километров. По сути, это одна гигантская антенна. Когда её включают, в небо уносится мощнейший пучок излучения – полтора миллиарда ватт. В верхних слоях атмосферы эти лучи пробуждают кипящие сгустки энергии. Это объект ХААР – программа активного высокочастотного исследования ионосферы. Она находится в ведении американских военных. Официально всё построили для того, чтобы исследовать радиосвязь и северное сияние. Но кто поверит, что Пентагон тратит миллионы долларов на изучение северных красот? Залегендировали это под отдел по изучению северного сияния. Подчинили Пентагону, причём не просто Пентагону, а подчинили одному из самых закрытых отделов – отдел перспективных вооружений. Самое зловещее объяснение. Объект ХААР – это элемент климатического оружия. Одни говорят, что оно уже существует, другие – что они сами участвовали в его разработке. И, наконец, третий – что такого оружия просто не может быть. Главное то, что эта станция действует в районе полюса. Она воздействует на районы приполюсные. Соответственно, через линии электромагнитных полей Земли вот эти воздействия имеют возможность к более дальнему распространению. Вплоть до экваториальных широт. Влияние на вот эту разреженную плазму, оно, в принципе, не должно оказывать никакого влияния на погодно-климатические условия, которые формируются в нижних, ну, 10-15 километрах атмосферы. Поэтому это спекуляции. Объекту ХААР приписывали многое. Считалось, что он может вызывать ураканы, провоцировать землетрясения, порождать волны, воздействующие на человеческий мозг. Все это можно было бы считать домыслами. Но в 1999 году Европарламент принял резолюцию. ХААР – глобальная проблема, которую должна исследовать Международная независимая комиссия, прежде чем эксперименты продолжатся. Европарламент сожалеет, что администрация США неоднократно отказывалась направить кого-либо на публичные служения для разъяснений. Резолюция осталась без ответа. Некоторые эксперты полагают, что система антенн ХААР изначально задумывалась как военный объект, хотя и не в рамках климатических войн. Фактически она создавалась исходно как система противоракетной обороны. Она была предназначена для создания областей сверхвысокой напряженности электромагнитного поля с возникновением ионных линз в аэносфере, в результате которых боеголовки баллистических ракет, проходящие через эту зону или вблизи нее, должны были выходить из строя в результате выхода радиоэлектроники. Но потом выяснилось, что возникновение вот таких неоднородностей в атмосфере или просто воздействия на аэносферу, ее разогревание вот таким, если че, воздействием, там мощности измерялись десятками мегаватт, вот, приводит к изменению погоды, погодных условий, причем на достаточно больших пространствах. Вначале это казалось побочным эффектом, но потом могло стать основным направлением. В 7 тысячах километров от объекта Хаар на Аляске находится его советский близнец. Объект Сура в Нижегородской области. Он был запущен в 1981-м, за 20 лет до американского аналога. Генералы, руководившие работой объекта, намеревались облучать ионосферу Земли в военных целях. Цели были грандиозные. Когда комплексы ввели в действие, окрестные жители стали наблюдать в небе необычные явления. Сверкающие сферы, шары красного света, проносившиеся на фоне звезд. Возникли легенды, что на секретном полигоне происходят контакты с инопланетянами. На самом деле в небе светились плазменные образования, возникшие из-за облучения атмосферы. Это какой-то действительно аналог немножко меньшей мощности. А мощность опять же какая у них? Когда ХАРП полностью работает, он создает по мощности эффект, эквивалентный северному сиянию. Ну вот это много или мало? С точки зрения эффекта северного сияния много. С точки зрения влияния на процессы внизу, это ничтожно. Одни участники проекта говорят, что в военном плане проект СУРА ничего не дал. Другие уверены, что ученые могли рассчитать, как с помощью излучения создавать в эоносфере плазмоиды. Те самые линзы и зеркала, которые способны устроить электронный хаос в лагере противника. Советские ученые во многом были первопроходцами. К 1990 году в других странах тоже начали строить излучатели. Они опутали все северное полушарие Земли. Немецкий институт Макса Планка построил объект Тромсё, Норвегия. Американцы использовали 300-метровую антенну Воросиба, Пуэрто-Рико. И все же в 1990 году американские комплексы были в 4 раза слабее по мощности, чем объект СУРА. Вот тогда-то и было решено построить объект ХААРП на Аляске, который превосходил бы все мировые аналоги. Она создавалась для, конечно, парирования ударов баллистических ракет со стороны Советского Союза, еще тогда, а потом России. Поскольку основные траектории пролета баллистических ракет проходят как раз в районе Северного полюса при движении на США. Между тем, в Советском Союзе готовились гораздо более радикальные эксперименты в магнитном поле Земли. В Институте Курчатова в Москве проходили эксперименты с плазмой. Появилась революционная идея поменять масштаб ускорителя частиц. Использовать не отдельный аппарат, а всю планету. Сделать ее магнитное поле гигантской ловушкой частиц. Если, оказывается, в такую магнитную ловушку инжектировать большое количество плазмы, то можно инициировать разовое высыпание всех частиц, которые накоплены в данной магнитной ловушке, и вызывать сверхбольшие магнитные бури. В результате воздействия противник был бы ослеплен. Станции слежения потеряли бы из виду летящие ракеты. Эксперименты заморозили из соображений геополитики. Опасались, что Советский Союз заподозрят в реальной подготовке ядерной войны. Но даже недоведенные до конца опыты показали, что выбросы плазмы влияют на погоду. Иначе говоря, их можно использовать как климатическое оружие. Это могло вызывать достаточно мощные бури, ливни, там, всевозможные проявления вот такого, инициировать мощные атмосферные происшествия, что ли. То есть это можно было тоже делать целенаправленно в нужный момент времени. В 1968 году советник президента США по науке геофизик Гордон Макдоналд составляет прогноз о войне будущего. В будущем, когда ядерное оружие будет запрещено, средством массового поражения станут природные катаклизмы. Операции по разрушению окружающей среды противника должны производиться скрытно. Такая тайная война никогда не будет объявлена. Противник о ней даже не узнает. Она может вестись годами, и только специальные службы будут знать о ней. Что это за тайные операции? Изменение погоды, растапливание полярных льдов, создание искусственных землетрясений и цунами. Это казалось фантастикой, но реальность оказалась еще более захватывающей. Над тематикой работал узкий круг засекреченных специалистов. В 1978 году такие исследования были запрещены Конвенцией ООН, потому что США и СССР слишком далеко продвинулись в этой области. Вот тема метеорологического оружия, она активно звучала, может быть, в 60-х, 70-х годах. Сейчас она не звучит. Это может означать, что эти исследования засекречены, но... А кто делает их? Ведь все равно комьюнити, коллектив, который работает, это люди-то одни и те же. Ну, вот если там кто-то умеет что-то делать, ну, вот он и умеет, а не другой, не третий. Поэтому... Ну, вот я не вижу, я не вижу, так скажем, чтобы кто-то из ученых вдруг исчез. Утечки случаются редко. В 1985-м американский ученый Бернард Истлунд оформил патент под названием «Методы и аппаратура для изменения участков земной атмосферы, ионосферы и магнитосферы». Он описывал, как, посылая пучки излучения в небо, можно получить самые разные результаты. Пентагон сразу засекретил это изобретение. Держателем патента была фирма «Арко», «Потрядчик при строительстве объекта ХААРП на Аляске». В патентах предлагались как чисто военные применения, разрушать ракеты, обрывать каналы связи, так и гражданские, изменять погоду. Наконец была идея поднимать верхние слои атмосферы выше в космос, чтобы спутывать траектории ракет. Истлунд заявлял, что знает, как вызвать дождь в Африке или управлять тропическим штормом на Карибских островах. Его отстранили от секретных работ. Официально патенты Истлунда не используются в работе ХААРП. Но идея изменять погоду, воздействуя на атмосферу сильным излучением, не забыта. Тот, кто сумел бы сделать это, получал бы власть над миром. Это оружие вызывает, знаете, последствия, такие поражающие факторы, которые даже порой не сопоставимы с применением крупногабаритных ядерных боезарядов. Найти природные напряженности, где, приложив небольшое усилие, мы высвободим гигантскую энергию, писал американец Гордон Макдоналд в 1968-м. Вот настоящая цель. Как запустить цепную реакцию в самой природе? Если найти ответ, это и будет главным природным оружием. Но, может, мы ищем то, чего не существует? Скептики говорят, что все, чего человек может добиться в играх с погодой, это разогнать облака на праздники. Когда создаются центры конденсации в облаке, и дальше идет процесс нарастания капель воды и кристаллов, и вот образуется выпадение осадков. А вот в масштабах общей циркуляции атмосферы, чтобы, скажем, где-то вот кольнуть, и дальше пошло развитие там атмосферных вихрей, и типа циклонов, такого нету, не обнаружено. И, может быть, и не существует. И все же, какая заманчивая цель. Оружие, которое можно применять незаметно, маскируя его под силы природы. Причем гораздо более мощное, чем все, что есть в арсенале человечества. В конце 60-х годов прошлого века в Советском Союзе заговорили о мегапроекте. Переброски вод северных рек в Среднюю Азию. Заявленная цель – мелиорация. Но была и цель необъявленная. В первую очередь этот проект, переброски северных рек, это был военным проектом. Если бы мы перестали сбрасывать пресную воду в Северный Ледовитый океан, то его соленость у наших берегов резко бы увеличилась. Что привело бы к тому, что он бы вдоль нашего берега перестал бы замерзать. И это привело бы к улучшению климата в Сибири, а полюс холода сместился бы к берегам Канады. То, что сегодня, собственно, и происходит в результате опрокидывания Гольфстрима. Переброска рек с севера на юг могла стать климатическим оружием. В Соединенных Штатах Америки стало бы существенно холоднее со всеми вытекающими отсюда экономическими последствиями. Американцы в значительной степени самодостаточные были в те времена в результате того, что у них прекрасный сельский хозяйство, прекрасные климатические условия. И если это дело подорвать, нарушить, то это, конечно, нанесло бы им очень тяжелые уроны. Кроме того, действительно, вот я говорю, что, понимаете, та социальная структура, которая в Штатах существует, она, в общем-то, рассчитана на достаточно высокое энергопотребление. Индивидуальные дома отдельно расположены, довольно-таки слабо теплоизолированные, вся коммуналка по поверхности, понимаете. Это специфика, которая не сможет пережить сильного понижения, ухудшения климата. Экологи убеждали, это авантюра палка о двух концах. Катастрофа могла обрушиться на Сибирь и Заполярье. Не выдержит и экономика. Какие силы пришлось бы приложить, чтобы развернуть огромные реки? Полностью пресноводный баланс Северного Ледовитого океана определяется не только реками, но и испарением, осадками над бассейном и обменом, прежде всего, с Атлантическим океаном. Поэтому такие вещи надо очень тщательно считать. Сколько нужно вложить? Ведь как их повернуть, эти реки? Извините, это же как? Плотины поставить? Работы по переброске северных рек были остановлены. Смещение полюса холода, изменение течения Гольфстрима. Эти планы, казалось бы, похоронены навсегда. Но почему сегодня происходит именно это? Климат Земли все менее предсказуем. Можно оспорить, существует ли глобальное потепление, но трудно делать вид, что все идет как всегда. Вот эти вот резкие изменения температуры, режима осадков, вот частота вот этих резких изменений, она существенно увеличилась. Насколько мне известно, вот такого в прошлой эпохе не происходило. Теперь никого не удивишь снегом в середине лета или ураганом посреди континента. В таких погодных зигзагах замаскировать климатический эксперимент проще простого. Начать его легко, закончить трудно. Результаты не поддаются анализу. По подсчетам наших ученых, коллег моих уважаемых из геофизической обсерватории в Санкт-Петербурге, это примерно где-то вот порядка двух недель, может быть и больше, мы выигрываем в среднем на сокращение отопительного сезона. Ну, в общем, нетрудно это подсчитать. Я такие подсчеты делал. В общем, миллиарды долларов на этом можно сэкономить. Но еще раз подчеркну слово «можно» и объясню потом, почему. То есть, короче говоря, есть вещи, которые являются некоторым выигрышной стороной этих изменений. Ну, а про негативные стороны мы хорошо нам известно. Это те же волны тепла. Вспоминается 2003 год, когда около 30 тысяч человек в Европе преждевременной, так сказать, дополнительной смертности получили за вот волн тепла. Мы вспомним, к сожалению, печальную статистику нашу, 2010 года, когда 56 тысяч получили дополнительной смертности. Лето 2010 года. В России установилась аномальная жара. Началась самая суровая засуха за 40 лет. На огромных территориях потерян урожай. Четыре месяца подряд температурные рекорды. Водоемы пересыхают, города задыхаются в дыму лесных пожаров. В Москве отмечены случаи холеры. Столкнулась ли Россия с изощренным климатическим оружием? Неужели те самые атмосферные линзы, о которых говорили в связи с излучателем ХАРП, начали действовать? Да, аномалия была, соглашаются метеорологи. Но аномалия естественная. Это один за другим подходили области высокого давления, антициклональные ядра, как говорят. И почему-то, вот это непонятно почему, но и почему-то стационировали все в центральном регионе европейской, вот русской равнины. И таких подпиток было 8 или 9, я уж не помню сколько. То есть не было такой вот стабильности, что это стояло как вот гвоздем прибитое. Нет, вот он усиливался, потом ослабевал, но в то время следующая подходила порция. Вот в этом механизме не было ничего необычного. Вот почему они подходили именно сюда? Возможно ли с территории Аляски вызвать пожары в европейской части России? Кто знает. Есть эксперты, которые считают, что средства погодной войны в то жаркое лето 2010 года находились ближе. До вот этих пожаров наших, до жары страшной, американцы не скрывали и даже рапортовали об успешном испытании лазерного оружия на борту Боинга 747-го, которое способно поражать стартующие ракеты. И вдруг мы обнаруживаем, что этот самолет вот с лазерным комплексом на борту вдруг почему-то стал летать через нашу территорию в Афганистан, сколько мы позволили, да. Ну, это вызвало у нас предположение, что именно вот в ходе полета он некоторые импульсы лазерные, мощные вот эти вот выстреливает на территорию. И, естественно, в условиях жары возникают пожары. Потому что тогда много было вопросов, как возникли пожары. Вроде и люди не ходят в лес, и не такая уж там жара, чтобы с самого возгорания происходило. Впрочем, метеорологи считают, что необязательно искать Боинг там, где все можно объяснить и без него. Ну, я думаю, то, что думает, в общем-то, все мировое сообщество метеорологов, в том числе и нашей страны, то, что это естественный, естественная аномалия. То есть вот как она происходила, чистый механизм, он очень понятен. Когда говорят об искусственно созданных природных явлениях, это кажется невероятным. Как когда-то казались невозможными космические полеты. Сегодня мы не верим в то, что несколько десятилетий назад казалось легко достижимым. Мы предлагаем всем странам сотрудничество в создании прогноза погоды и, в конце концов, в контроле над погодой. Мы предлагаем глобальную систему спутников связи, которая соединит весь мир телефонной и телеграфной связью, радио и телевидением. Недалек тот день, когда эта система покажет в прямом эфире на весь мир заседания, которые происходят здесь. Президент Кеннеди произнес это в Организации Объединенных Наций в 1961 году. Мы видим, что все его предсказания сбылись, кроме контроля над погодой, с чего он и начал свое выступление. В 1963-м военные США запустили проект «Вестфорд». 480 миллионов медных иголок длиной 1,8 сантиметра были выброшены на околоземную орбиту. Так хотели улучшить дальнюю радиосвязь. Длина иголки была равна длине волны сигнала в 8 гигагерц. Ученые той же Америки, Великобритании и СССР выступили с протестами. Когда игольчатый пояс все же возник на орбите, мощнейшее землетрясение произошло на Аляске силой 8,5 баллов. В Чили случились массивные оползни. Часть побережья ушла под воду. То, что эксперименты с планетными силами невозможно просчитать, мало кого останавливает. Российские эксперты считают, что эти опыты США продолжают и сегодня, несмотря на то, что они бьют и по их стране. В частности, небезызвестный ураган Катрина многие исследователи относят на как результат воздействия вот этого Харпа. Конечно, рассчитывали не получить удар не по своей территории, а по какой-то другой. Но вот получилось вот так. Потому что нет возможности прогнозировать. Система сверхмощных излучателей протянулась по обе стороны экватора. Это станции, расположенные в Гренландии, Норвегии и на Аляске. Устроить сдаются еще комплекс таких станций на южном, в южных регионах, в районе Австралии. Военные корабли США готовы сеять бури в Мировом океане. Сегодня этот флот пополнился корабельной группировкой именно корабельной группировкой во главе с крейсером, новейшим крейсером Вирджинии с климатическим оружием. Создан свой штаб на Пермудах. По сути дела, это вид или род вооруженных сил становится. Подчинена вся метеорологическая служба Соединенных Штатов. И они добиваются достаточно многого в этом плане. Но имеет ли смысл втягиваться в гонку климатического оружия? Тратить попусту время и деньги? Много каких-то разговоров, трепотни. На эту тему идут некоторые. Военные очень так уверенно говорят, что они, дескать, знают примеры. На самом деле нету этих примеров. Ураганы не повернуть. Эта штука не работает. До недавнего времени для точечных воздействий на климат Земли человеку не хватало сверхмощных компьютеров, чтобы все просчитать. Но в последние годы такие компьютеры начали появляться. Они помогают описать важнейшие процессы. Как из тропиков в умеренные широты приходят циклоны. Как формируются ураганы. И здесь впервые, это признают даже стептики, мы начинаем учитывать ионосферу. Ту самую ионосферу, которую научились пробуждать мощнейшим излучением. Вот где сходится фантастика генетических войн с научной реальностью. Мы можем просчитать, как из тропических волн возникает погода умеренных широк. И вот нашим инструментом рабочим нашей науки являются так называемые математические модели. Это сложные гидродинамические, то есть не эмпирические, а теоретические модели циркуляции атмосферы. Так вот они, в настоящее время, их верхняя граница 90 километров. Сейчас ее поднимают почти до 500. Ее же поднимают не просто так, значит, имеется в виду, чтобы все-таки сделать попытку учесть вот эти влияния. Ну и для решения других проблем также. Можно не сомневаться, эта математическая модель немедленно будет использована в военных целях. Пессимисты считают, мы на пороге войны нового типа. Когда такая теория будет создана, тогда вот эта система ХАРТ превратится в мощное оружие, которое позволит управлять погодой над огромными территориями на поверхности Земли и акваториями океана. Вот. И, в общем-то, диктовать волю другим странам. В 1950-е эксперименты над земными силами ставились открыто. И уже тогда результаты поражали воображение. США и СССР провели серию мощных ядерных испытаний в атмосфере. Радиация и электромагнитный импульс на больших высотах распространялись гораздо быстрее. Ученые получили необыкновенные данные, а жители Земли — новые дозы радиации. Американский взрыв в июле 1962-го повредил электронные устройства на расстоянии полутора тысяч километров. И вывел из строя телефонную связь на Кавайских островах. Советское испытание в октябре того же года в районе Джасказгана вызвало пожарные электростанции в Караганде. И вывело из строя подземный кабель Акмолинск-Алма-Ата. Это было время, когда экологические последствия никого не смущали. А глобальная атомная война казалась просто элементом военного планирования. Именно тогда зародилась идея использовать силы природы против самого человека. До 1990-го года, во всяком случае, в области военных применений мы, безусловно, лидировали. Идеи, которые разрабатывались в Советском Союзе, они были гораздо более разнообразными и больше. Потому что, грубо говоря, мы только этим и занимались. Как известно. Вот я вам расскажу, например, об одном проекте, который вообще сумасшедший был. Ну, значит, примерно где-то в середине 60-х годов, вот у нас в институте, где я работал, был приложен такой проект. Вот магнитное поле Земли в Полерстеде на расстоянии стационарной орбиты, это 36 тысяч километров, позволяет накапливать пучки протонов с энергией 100 гигаэлектрон-вольт. 100 гав. Проникающая способность таких лучей сумасшедшего. Вот если такой пучок, то есть магнитный из поля Земли, использовать как поле ускорителя. Так вот, с помощью этой системы можно выжигать население целых стран. Вот такая система предлагалась. Куда угодно, в любую точку Земли вы наводите и всех ледишек оттуда. Это было предложено еще где-то, я точно не помню, но до 70-го года точно. Технический прогресс даст лидерам ведущих стран такие возможности ведения тайной войны, о которых будет знать лишь самый узкий круг сотрудников служб безопасности. Методы воздействия на погоду будут использоваться, чтобы вызывать длительные засухи или бури. Писал Збигнев-Бжезинский в далеком 1970 году. В одном он ошибался. Эксперименты были видны не только сотрудникам спецслужб, но и сторонним наблюдателям. Просто они не понимали, с чем они столкнулись. В сентябре 1977-го жители Петрозаводска увидели в небе что-то необычное. Огромный светящийся сгусток, похожий на медузу, висел над землей, испуская яркие лучи, а потом исчез. Возможно, этот случай так и остался бы местным преданием, если бы это свечение не увидели в соседней Финляндии. В какой-то момент люди говорили, что видят в небе одновременно более 40 неопознанных объектов. Фотографии странного светящегося шара обошли западные издания. Газета «Вашингтон-Пост» опросила видных ученых. И они предположили, что это какой-то новый погодный эксперимент советских военных. Но это был уже не первый подобный случай. Во всем мире был бум летающих тарелок. Необычные световые явления видели повсюду. И самым логичным объяснением казалось пришествие инопланетян. 17 июня 1966 года пилоты двух иранских самолетов, летевшие недалеко от аэропорта Мерабад в Тегеране, увидели далеко на горизонте, в глубине советской территории, ослепительно яркий шар. Он находился на самой линии горизонта, как будто катился по ней. Шар разрастался до огромных размеров. При этом его свечение постепенно гасло. Необыкновенное зрелище длилось 4-5 минут. На земле ничего подобного не видели. Там обзор закрывал горный кряж. 10 сентября 1976 года странный светящийся шар видели пилоты рейса «Бритиш Эйр Уэйс», номер 831, летевшего из Москвы в Лондон. Пролетая над Литвой, экипаж заметил вспышку света, возникшую между облаками и самолетом. Светящийся шар был настолько ярким, что осветил все вокруг. Пилоты связались с советскими диспетчерами. С земли последовала строгая команда не обращать внимания на шар, двигаться прежним курсом. В 1980 году английский военный фотограф Ник Дауни наблюдал нечто подобное в Афганистане. Огромный шар показался в глубине советской территории. По ощущению, он был больше сотни километров в диаметре. Он тоже быстро рос, теряя яркость, и минут через пять исчез. Фотограф предположил, что шар появился где-то над территорией советского полигона Сарышаган. Первые ракеты метеорологические, это были трофейные ФАУ. Значит, на них поднимались приборы, то есть эта штука взлетала на высоту 80 километров или 100 километров, отцеплялась, опускалась на парашюте вниз, и вот на трассе опускания проводились измерения. Но Москва экспериментировала не только в своем небе. 4 июля 1976 года Советский Союз поздравил США с 200-летием нацией. Американские радиолюбители услышали на низких частотах странный сигнал, который с тех пор никогда не прекращался. По характерному звуку его назвали «дятел». Сигнал, пронзавший всю страну, вызвал в США легкую панику. Подозревали, что Москва запустила какое-то неизвестное психотронное оружие. Советник президента Гордон Макдональд писал, что США тоже работали в этом направлении. В экспериментах, которые обсуждал отец кибернетики Норберт Виннер, металлический лист подвешивался к потолку и соединялся с генератором, работавшим с частотой 10 оборотов в секунду. При большой напряженности поля 1-2 вольта на сантиметр, при колебаниях с частотой альфа-ритма у испытуемых возникали явно выраженные неприятные ощущения. Американская разведка доложила, что советский «дятел» — это на самом деле расположенный вблизи Чернобыля объект «Дуга» с огромной антенной решеткой полкилометра в длину. Это была загоризонтальная радиолокационная станция, позволявшая Москве отслеживать возможные пуски ракет по всей Америке. Но, как и всегда, в подобных исследованиях побочные действия не исключались. Рассматривался вариант, когда вот эта система ХАРП должна была воздействовать на ионосферу, но сигнал был уже не просто ровный, а модулированный. Этот модулированный сигнал с частотой альфа-ритма в головном мозге — это 5-6 Гц. И когда на ионосфере, а это, опять-таки, повторяю, проводящий слой, возникает вот такое модулированное воздействие, вот в этих зонах, где возникает такое модулирующее воздействие, то, естественно, там возникает простейшая основа электродинамики. Вот. Возникают, естественно, наведённые поля. То есть сама ионосфера начинает излучать. И излучатель начинается как раз с частотой 5-6 Гц. И вот эти излучения, они могут оказывать влияние на человеческий мозг. Эксперименты проводились в этом направлении с точки зрения создания психотронного оружия глобального назначения. Эти разработки ведутся с 1960-х годов. Полвека абсолютно секретных экспериментов. Ну, это два самых закрытых подразделения. Вот. Первое это подразделение, оно так у них, условно, называется, климатическое, а второе психологическое. И поэтому вот корабли, как и в системе ПРОВНИ, главный элемент, то же самое в отделе психологических исследований. То же самое крейсер Висконсин, большая группировка кораблей, и регулярно заходят. В конце Второй мировой войны Соединенные Штаты провели у берегов Новой Зеландии серию взрывов. Они пытались понять, можно ли направить на противника. Тогда шла война с Японией. Цунами, взорвав заряды под водой. Было проведено 3700 испытаний. Но в те времена заряды были недостаточно мощными. Все изменилось с появлением водородной бомбы. Может быть, будет интересно узнать, что примерно две трети потенциала, производственного потенциала стран мира, оно сосредоточено в 200-километровой зоне побережья. Советский Союз находился в исключительных условиях. Сам он был континентальной империей, а ему противостоял океанский блок, страны, лежащие на побережье. В 60-е годы прошлого века пришло осознание того, как это можно использовать. После того, когда была испытана царь-бомба на северной конечности Новой Земли, возникла мысль о том, что если подобные бомбы, 100-120 мегатонн, взорвать на глубинах в океане, это вызовет, естественно, волну. Создатель водородной бомбы Андрей Сахаров искал способ сделать ее еще более действенной. Он понял, что если взорвать бомбу в океанских глубинах, возникнет гигантская волна, сметающая все на своем пути. Оставалось только сделать расчеты. Сделать мини-подводную лодку, положить туда 200 мегатонн заряд, по Гудзоновскому каньону ввести его поближе, взорвать, и огромную волну выгнать на Нью-Йорк. Там рассчитывались волны до величины порядка километров. Мы неуязвимы, у нас нет на берегу ничего. Возьмите Китай, Штаты, Европа вообще кошмар. Если такого типа бомбы в южной части Северного моря взорвать, представляете себе, что будет. НАТО не будет в одну секунду. И главное, по сравнению с тем, что с помощью обычных вооружений бросать бомбы туда-сюда, там жить нельзя будет. Ядерная зима и так далее. Это экологически чисто. Водичка вышла, смылась, приходите и живите. Это было действительно мегаоружие. Одна единственная бомба, способная уничтожить весь мир. В тот момент наши ученые и военные серьезно об этом задумывались по одной простой причине, что создание такая серии подводных взрывов может привести к серьезным геофизическим последствиям, поскольку может привести к разрушению на больших глубинах донных слоев земной коры. Вот, прорыв магмы не на локальных пространствах, а уже на больших объемах в водную среду, что может привести к большому взрыву, который приведет к гибели уже не только Соединенных Штатов Америки, а и почти всей планеты. Позже Андрей Сахаров стал борцом против войн, но его изобретение никуда не делось. И сколько сейчас в мире таких бомб? Сегодня практически порядка 40 стран это могут сделать. Это означает, что открытый конфликт невозможен. Война нового поколения – это война необъявленная и незаметная, скрытая, замаскированная под естественный ход вещей. Традиционные оборонные исследования ведутся. Мы видим новые боевые самолеты и корабли. Но военные все чаще обращаются к тем областям науки, которые раньше не входили в сферу их интересов. Вот, например, биологическая война, в которой, возможно, де-факто и ведется та же самая лихорадка Эбола, вполне возможно, создана в лабораториях соответствующих. Все возможны гриппы, птичьи, свиные и прочие. Вот они все. Атипичная пневмония. Вот это все из этой же серии. Можно вести такую войну. Можно вести тайную войну с использованием, опять-таки, климата. Вот таких явлений. Война эта уже идет. И характером этой войны являются геополитические операции. Они военно-стратегические. Мы видим, что результаты войны мы уже сегодня видим, а сущность этой войны еще недопонимаем. Россия. Кольский полуостров. Сейчас это охваченный холодом малонаселенный регион, практически не привлекающий туристов. Но по легенде, когда-то здесь находилась процветающая цивилизация, гиперборея. Плиний-старший писал, за Рифейскими горами, по ту сторону от Вилона, счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Северная страна, населенная потомками титанов. Народ, близкий к богам. Сюда, по легенде, любил приезжать на колеснице сам Аполлон. Северная Атлантида. Хранительница великих знаний, ныне утраченных. Согласно преданию, гиперборейцы были учителями древних греков, и великая греческая цивилизация лишет блеск могущественной гипербореи. Почему сейчас на ее месте холодная пустыня? Куда ушла эта волшебная страна? Может быть, дети богов попытались применить свою силу и изменить ход природных элементов? Северная Атлантида лежит на дне, как напоминание о том, что пробуждение великих сил сулит беды тем, кто их разбудил. И как предостережение детям богов. Не начинать игры, которые потом не удастся закончить. Северная Атлантида. Северная Атлантида. Северная Атлантида. Продолжение следует...